Как это ты незнакомым людям ставишь так диагнозы легко? Какой позвонок? Куда свернут? Почему? Где спазм? Где боль? Как так? Типа невозможно за минуту все это сделать, без снимков. Как вам сказать? Учителя говорили, невролог ставит диагноз, пока человек идет от двери к стулу, на который он сядет. То есть там в среднем около трех метров. Представьте, сколько времени на это тратится. И сейчас я думаю, что надо эту тему рассмотреть, потому что это важно. Это важно для тех, кто лечит своих детей, то есть смотреть, положительная у вас динамика или отрицательная. Это важно для тех, кто восстанавливается, опять же, для самодиагностики. И это важно для тех, кто, допустим, сам прошел через всю правку, понял разницу до-после и задается вопросом, а вот этого вот человека надо или не надо? Ну там брата, сестру, мужа, жену, ну в общем, кому вы хотите сделать хорошо. Начнем с самого главного, для невролога главные глаза. То есть я, конечно, мануальный терапевт, но образование это неврологическое, чего остальным мануальным терапевтам желаю. Так вот, глаза строго на одном уровне по горизонтали. Обычно один глаз ровно, второй вверх-вниз куда-то ушел, при этом на зрение человек не жалуется. Второй вариант, один глаз ровно, второй куда-то там в сторону внутрь вверх ушел. Опять же, это немного, это миллиметр. Это смотришь, сравниваешь, то есть расстояние, разрез глаз, кстати, сам разрез глаз тоже должен быть одинаково. Смотришь высоту относительно верхнего и нижнего века, зрачка и относительно левого и правого края, то есть насколько он центрирован. Мы обычно по центру глаза держим и разворачиваемся корпусом, если что-то разглядываем. У глаз, кроме функции непосредственно зрения, есть функция дальномера, так называемое бинокулярное зрение, когда по углу сведения глаз, допустим, спортсмен понимает, на каком расстоянии от него мячик или там противник или еще что-нибудь. Для этого нужно, чтобы носом человек был направлен на цель, два глаза на сравнимых углах, на это все смотрели и тогда они будут иметь разный угол, в зависимости от того, далеко я смотрю или близко. Закрыв один глаз, вы сразу же теряете этот механизм и все вы видите, но расстояние мерить вы уже не можете. Так вот, этот треугольник должен быть равносторонним или приближенным к этому. Если же мы наблюдаем ситуацию, когда человек смотрит одним глазом, а вторым, что называется, досматривает, то бинокулярное зрение у него работает хуже, надо сразу задаться вопросом, от чего это он отклонился от оптимальной схемы. Ответ всегда стандартный, нарушено кровоснабжение. Поэтому, если вы видите, что один глаз прямо, а второй куда-то там где-то чего-то смотрит, человек может этого легко не замечать, это даже фу-кино звезд, хотя казалось бы, фига у них там медбаза может быть, если они захотят, но тем не менее. То есть от дворника до президента это вообще без разницы, это мелочи, но профессионалы они видны, а человек может быть еще в стадии компенсации. Я много говорю про глаза, потому что, допустим, в случае маленького ребенка это единственный достоверный признак, потому что глаза это очень важно для выживания, и поэтому только нарушение кровотока заставит их куда-то там чего-то отклоняться. Кстати, по происхождению стигматизма в конце Советского Союза были разработки, что тоже связано с кровотоком, но разработки не были закончены, страна рухнула, информация потеряна. У меня у самого информации тоже мало, но признак достоверный, признак важный, и это в принципе то, с чего начинается вообще неврологический осмотр. Дальше это положение головы, то есть голова должна быть прямо, плюс-минус там градусов 3-5. Если она сильно наклонена, то какая причина может заставить человека наклонять голову? Только не надо про привычку, привычка тоже на чем-то когда-то формировалась. Так вот практика показывает, что она формировалась как раз на том, что позвоночник смещен, позвонок может один, может несколько в шее, и вот прямо просто держать неудобно, а вот сбоку удобно. Почему? Позвонок свернут, а пора кривая, вот и вот так вот получается легче, чем вот так. Наоборот, после правки сразу же хочется прямо, и все эти старые привычки, они уже все забыты напрочь. Дальше после головы высота плечей, то же самое, что заставит человека задирать плечо, только какие-то спазмы, а откуда спазмы, перекошен позвонок. Дальше походка, то есть время на одной ноге на другой и длина шага, они должны быть сопоставимы. Если местность ровная, то вообще одинаковая. Заваливаться на одну сторону человека обычно заставляет только боль в спине. Мы не говорим сейчас про перелом или там разные длины ног, там допустим, опять же после какой-то травмы. Мы говорим про среднее, вроде бы здорового человека. Дальше это то, что можно прямо заметить очевидно. Дальше пошли чуть более сложные вещи. Величина шейного поясничного прогиба вперед, ну и грудного назад, она имеет определенную пропорцию от роста. И если сильно согнуто вперед, то это проблема. То же самое, если сильно прогнут или наоборот, все вроде нормально, поясница плоская. Это уже посложнее замечать неподготовленному, но это то же самое. То есть отклонение от природной формы, там все очень точно рассчитано. Отклонение означает травму и ее последствия. Ну и разумеется, больше всего вопросов про детей и подростков и на них все эти вещи тоже работают. Как обычно мыслят матери? Это привычка, это индивидуальные особенности, а это мне доктор сказала ничего страшного. Так вот, если в сумме все это сложить, там получается. Выбито несколько позвонков, зажато там, зажато там, и все же думают на перспективу. А какая перспектива? Ну, по-хорошему надо править. Не надо утешать себя, если вы чувствуете, особенно это женщин касается, если вы чувствуете, что что-то не так с ребенком, вам не кажется. Еще ни одна мать не пришла и не сказала на своего ребенка лишнего. Все пришли и описали картину так, как она есть. Ничего, кстати, не забыв и ничего лишнего не надумав. То есть, если вы чувствуете, что что-то не так, ну, значит, вам не кажется, значит, вы действительно чувствуете это реальность. Ну, конечно, иногда бывают всякие мамы, как бы, и ситуации всякие разные, дети всякие разные, но вот из того опыта, который у меня есть, картина вот такая. Разумеется, есть еще мои руки, которыми я смотрю, допустим, позвонки, их положение, то есть положение остистого, регулярность остистых отростков без всяких там ям, насколько плавные вот эти все контуры, то есть смещение позвонка вперед или назад. Есть еще тесты, про которые я не говорю. Я назвал только то, что можно вот смотреть издалека, то есть, действительно, от двери до того, как, допустим, сядет на стул, если мы в кабинете. Но даже этого достаточно, чтобы начать постепенно представлять, в каком состоянии находится твое тело или того, кто рядом с тобой. Если вот так вот критически начать на людей смотреть, то процентов 80 населения имеют те или иные проблемы с позвоночником, но ничего удивительного. Другое дело то, что обращается очень маленький процент, мучается чуть больше, а остальные думают, что они здоровы, а потом удивляются, блин, инсультом 40 лет и много еще каким другим заболеваниям. Поэтому, в принципе, если хотя бы друг на друге, допустим, заметить, если там проблемы не больно большие, выполнять упражнение несложно, хотя бы тот же отвес, а эффект большой. Если у вас началось головокружение, вы, допустим, смотрели видео, ну, как пример говорю, и вы понимаете, что нужен кровоток, ну, воротник стоит 1000 рублей, и начать им пользоваться, это уже экономит на таблетках, экономит на посещениях неврологов, которые любят посылать на МРТ и дальше, 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 хотя они молотком могут поставить диагноз.